вот сняла сейчас с холодильника гераньку которая вьющаяся вот представляете она за два дня вот стала вот такой вот что случилось не знаю потому что я ее сдача привезла она была зеленая мощная такая знаете красивая и сейчас она вот превратилась вот в это вот чудовище как так скажем я не знаю что что ей не хватило вот смотрите она вся вся начала засыхать что с ней произошло кто знает подскажите как ее реанимировать она очень красивая бордовые цветочки на ней вот и вот такие все теперь желтые листья стали ну я конечно постараюсь что-то сделать с ней но не знаю выживет ли она смотрите стебли вроде ничего здесь прямо ну в общем то вот два листочка остался ту вот вот они пожелтеют на они уже желтые что с ней случилось непонятно земля вроде хорошая вот все обломился обломилась вот такая ветка сейчас попробую стаканчик поставить может быть что-то получится здесь вот веточка была сломлена видите перелом но он прекрасно цвеол и был зеленый а сейчас ну в общем то а кончик вообще видите засох то есть здесь по идее должен быть цветок уже он засох вот я его сразу я обломаю кардинально подошла к реанимации я все просто обрезала сейчас сделаю сюда одену пакетик и поставлю на окошко а может быть даже без пакетика а вот это все что я обрезала более-менее веточки выберу какие более-менее хорошие поставлю в водичку может быть даст корешок не знаю посмотрим кстати хочу еще показать один цветок вот видите тоже был зеленый зеленый и вдруг тоже за два дня вот стали вот такие вот безжизненные палки что с цветами происходит непонятно здесь у меня еще наверху стоит вот герань вот такого цвета и она тоже тоже вся сейчас ее сниму покажу вам побрит вот смотрите она вся тоже в листочках сухих вот ну в принципе это для герани это нормально сухие листочки вот но что-то мне совсем это не нравится и она смотрите выдала росточек совершенно другого цвета то есть как видите это сортовая герань вот с такими листочками а здесь она уже выдала обычный обычный совсем росток зеленого цвета и вот здесь у меня что-то полезное я даже не знаю что это такое какие-то семена с огорода попали потому что земляцы с огорода они у меня все сидели эти герани на огороде болеют конечно после огорода но посмотрим что с ними можно сделать жалко конечно вот это герань вообще очень красивые нежные цветочки розовенькие у нее в общем то вот столько мусора осталось я очень сильно обрезала и просто поставила эти веточки не знаю что из этого будет но если захочет выжить выживет если не захочет ну значит пойдет мусорное ведро надеюсь что вы живет ну вот уже закинутая картошка и капуста в борщ осталось вот закинуть свеклу вареную и приправу которая острая это уже в самом самом конце минут за десять а вот здесь я собираю пенку с борща она достаточно жирная вот и расскажу что я с ней делаю я значит добавляю сюда какой-нибудь каши и отвожу бездомным кошкам собакам вот там где мне мамуля живет там 8 кошечек которые живут на улице кто-то их выкинул и вот теперь там всем домом кормят здесь конечно здесь у нас конечно тоже есть возле помойки бездомные кошки но здесь всего лишь одна кошечка ее кормит и вот школа милиции там бегает она там где-то живет потому что видно что не очень грязная и видимо ее всем все там подкармливают вот ну и плюс еще весь дом ее также подкармливает что приходишь порой к тому месту где ее кормят а там прям еда навалена кучами поэтому я сюда уже не отношу отношу там где много вот этих бездомных кошечек очень жаль люди поигрались выкинули это большая большая проблема я думаю что не только в нашем районе но и по всей россии поиграли взяли выкинули а как она будет это животинка жить дальше никому не известно это еще решила поснимать своего котейку он тут спит филюнь ты спишь мой мальчик спишь спишь моя киса спи спи вот и еще хочу рассказать что у нас на нашей мы живем в маленьком городочке который принадлежал раньше воинской части сейчас это школа милиции и вот каждую осень здесь появляются новые бездомыши в этом году правда я еще не видела слава богу вот и хочу сказать люди что же вы делаете зачем вы их заводите но если уж завели то любите этих животных они же вам доверяют у нас есть тут приют по моему даже два приюта в нашем ну не в нашем районе в мажайском районе есть приют вот и как-то собака здесь бегала по городку мы ее с соседом отловили посадила ее в машину отвезла в этот приют я думаю что у этой собачки все хорошо но собака была очень ласковые я бы с удовольствием взяла ее даже домой но так как у нас дачи не достроена то соответственно не негде ее держать вот дома в квартире это тоже не вариант тем более собака была не очень маленькая не овчарка но дворняжка но не очень мелкая вот поэтому очень жалко этих животных и вот год наверно назад сестра мужа идя с работы на помойке услышала какой-то писк она посмотрела в контейнер с мусором и увидела там маленьких четырех котяток они еще по моему даже двухнедельные были даже если не меньше но в общем-то глазки еще были закрыты у них вот она и конечно вытащила вы знаете и она всех четверых выходила они все живы хотя говорят что только 30 процентов выживает из них из таких брошенных и вот и вот неужели вот этот человек который бросил в контейнер этих маленьких беззащитных божьих тварей живет спокойно спит спокойно да я думаю что в принципе да вот и вот они раздали всех всех котяток они подросли они их буквально из пипетки кормили с мамулей вот и одну кошечку которая была совсем слабенькая самая маленькая сего от этого помета что они нашли они оставили себе вы не представляете какая-то как раз красивая кошка это просто чем-то похоже на маякун но это конечно не маякун вот хвост там просто обалденный у меня на на канале где то есть шортики кской с этой кошечкой вот и с теми котятками тоже рыженькие котятки такие все очень симпатичные очень красивые кот разыгрался мой да филю филюня филюнь ты разыгрался разыгрался мой хороший ты мой хороший вот-вот да ладно спи пойду я больше варить спи и у какие когти уже стричь надо филюнь стричь надо когти ты паре какие большие да надо стричь все не постригу тебе ну вот почти борщ готов сейчас он закипит это я закинула свеклу которая заморожена и он перестал кипеть я думаю что сейчас быстренько закипит минут 5-7 провалится и борщ готов еще закинут петрушечку у меня есть замороженное и вот мясо я немножко вытащила это для начинки блинчиков муж очень любит блинчики с мясом поэтому приготовлю ему блинчики с мясом я блины ем просто без всего могу с вареньем ну а муж у меня мясоед вот так что борщ почти готов яйца сварились смотрите какое одно яйцо очень интересное неровности такие у него если эти ровные то это прям какой-то курица родила в мучениях что называется вот ну и первое блюдо готово значит блинчики я приготовлю останется мне перекрутить вот курицу филе курицы сделать котлет но это пока растает это ближе к вечеру уже будет котлеты тоже сделаю на несколько дней вот ну и останется еще вот конечно же капусту порубить но так как у меня есть теперь чудо как она называется из чудо измельчитель чудо гаджет поэтому я думаю что это не составит особого труда и я это сделаю очень даже быстро салатик мой почти готов и все-таки я решила приготовить винегрет то есть у меня оставались после селедки под шубой вот морковочка картошка огурчики порезала сварила еще четыре вот такие маленькие свеколки сейчас порежу и получится прекрасный винегретик да еще забыла лучка добавить но лук я обжарю слегка чтобы он не давал вот эту вот остроту вот и добавлю заправлю майонезом будет винегрет на два дня а вот и винегретик получилось немного одно так как мы как мы вдвоем с мужем то нам вполне этого хватит ну на два дня конечно я загнула но на сегодня на ужин точно хватит вот то есть практически из ничего у меня была пару маленьких морковок 4 свеколки маленькие отварила 1 картофельной получился вот такой замечательный салатик или винегрет осталось только заправить майонезом пережарить немножко лучка вот но если не пережарю ничего страшного может быть перед самым перед самой едой добавлю просто свежего лука вот и добавлю еще замороженной зеленушки укроп у меня есть замороженный есть петрушка но добавлю скорее всего укроп заправлю майонезиком и будет очень вкусно полезно и тем не менее и продукты не пропадут ах да забыла что винегрет идет еще горошек зеленый консервированный но так как у меня его в данный момент не нету то соответственно винегрет будет без горошка я думаю что ничего страшного на вкус это конечно немного повлияет но тем не менее винегрет будет съедобен и без горошка и и и и и и неудачный сегодня день выбрала для автомойки приехала вот в автомойку а здесь была очередь из двух человек ну вернее одна машина уже выезжала и вот сейчас парень заехал и уже 55 минут моется моет ему машину поэтому сколько я здесь простою я еще не знаю я уже подмерзать начинаю хоть и двигатель включен но все-таки как-то неуютно себя чувствовать здесь вот наш автосервис или как вы называете ну да автосервис в городе роза я всегда сюда приезжаю но вот первый раз я так долго жду обычно как-то на 5 но 10 минут максимум а тут сегодня стою уже ну час грубо говоря и сколько еще простою неизвестно и и и и и и и и